Привет! Меня зовут Ира и в этом видео мы с вами будем делать крутой замес для рисования на хенди. В предыдущем видео я рассказывала, какие нужны материалы. Надеюсь, вы их приготовили. Я буду использовать нашу хну. Она хорошего качества, просеивать ее не нужно. Если вы брали хну не у нас, вы можете просеять ее через капрон 20 или 40 ден и посмотреть, есть ли там мусор. В любом случае просеивание лишним не будет. Я нашу не просеиваю, она очень хорошего качества и мусора там нет. Я уже знаю. Эфирные масла. Я использую фирму Аспера. У меня есть чайное дерево, лаванда и эвкалипт. Вода у меня комнатной температуры из обратного осмоса. Сахар. Вы можете использовать фруктозу. И все остальное это чашка для замеса, пищевая пленка, ложечки. В принципе, больше ничего нам не нужно. Итак, когда ко мне записываются на хенди, я для каждого клиента делаю свежий замес. Спрашиваю дополнительно про аллергии. Есть ли у них аллергия, какая-то реакция на эфирные масла. В зависимости от этого уже выбираю, какие эфирные масла использовать. Обычно я на клиента делаю одну ложечку хны, но чтобы лучше показать вам консистенцию, мы возьмем две ложки хны с горкой. В описании к этому видео я добавила рецепт по граммам. Вы можете попробовать делать по граммам, если у вас есть весы. Итак, я беру две ложки с горкой хны. И тут еще важно понять, если у вас другая хна, возможно пропорции могут меняться. Поэтому в конце видео, я думаю, что видя консистенцию, которая будет у меня, вы сможете понять, что вам нужно добавить воды или сахара. Я дополнительно вам скажу, что нужно добавить, если у вас получилась не такая консистенция. Мы добавили хну. Вы можете хорошенько ее еще перемешать, убрать комочки какие-то. И на две ложки хны с горкой мы кладем одну ложку без горки сахара. Сахара можно потом добавлять. Сахар влияет у нас на тянучесть. И пока мы мешаем, мы можем понять, достаточно его или нет. Теперь мы берем эфирные масла. Я люблю использовать чайное дерево и эвкалипт. Вы можете использовать только одно масло. На одну ложку хны с горкой я кладу где-то 20-30 капель. У меня ложечка маленькая. Если у вас побольше, вы можете класть 30-40 капель. С этим тоже нужно экспериментировать. Вообще, в любом случае, для того, чтобы сделать хороший замес, возможно, нужно несколько раз ошибиться. Сделать плохой замес, это нормально. И потерять вашу драгоценную хну, сделать что-то ужасное, чтобы потом прийти через опыт к тому замесу, который вам будет подходить. Которым вам будет удобно рисовать и цвет которого будет очень яркий. У меня две чайные ложки хны с горкой. На каждую ложку я кладу по 30 капель масла. И можно класть либо одно масло, например, 60 капель чайного дерева, либо два масла, то есть 30 капель эвкалипта, 30 капель чайного дерева. Можно вообще три масла класть. То есть в сумме все равно должно получиться столько, сколько нужно в пропорциях. Капаем прямо на сахар. Есть мастера, которые любят мешать хну с пропорциями на мерных ложках. Есть мастера, которые любят на миллиметрах, то есть они используют шприцы, пипетки. Вы можете тоже экспериментировать, возможно, вам понравится какой-то другой вариант. Я люблю все делать на глаз. Мне нравится эта магия, которая происходит, когда ты экспериментируешь. И воды мы добавляем по чуть-чуть, для того, чтобы с ней не переборщить. Мы добавили чуть-чуть, помешали, посмотрели, все ли впиталось. И снова добавляем еще. Теперь нам надо очень хорошо помешать хну. Хна любит, когда ее мешают. И чем лучше вы помешаете, тем ярче будет цвет. У меня есть знакомый мастер, который шепчет, чтобы цвет был поярче. Всякие мантры. Я когда только училась делать замес, это был на том же самом мастер-классе, где я делала конусы, и там замес у меня было очень мало. Там буквально одна ложка была. Я не знаю, почему я так мало взяла. У меня был маленький конус, маленький замес. Я ничего не поняла из всего того, что там было. И когда я потом дома пробовала делать замес, понятное дело, что у меня ничего не получалось. И я тоже бросила всю эту затею. Я также за две недели до мастер-класса научилась делать замес, потому что я просто поставила эту программу. Это было... Потому что люди просто хотели научиться делать замес, а я не умею. И они такие, научи нас. И я такая, ну ладно. И мне просто пришлось самостоятельно уже это все опять вспоминать, переучивать и так далее. А до мастер-класса я тоже нашла в интернете где-то рецепт. Купила хну для волос в косметическом магазине. Она была вся мусорная. Я помешала ее. Я даже не помню, с чем я ее мешала. И она была такая комковатая, густая. Из-за того, что я не могла... Ну, я не знала, что конусами рисуют. Я брала палочку для еды. Короче, китайская палочка. И прям ими наносила на себе рисунок. Так вот палочками. А потом, когда начала изучать историю, я поняла то, что в древности так люди и рисовали. А еще есть магия эфирных масел. Всегда, когда ты мешаешь хну на разных маслах, у нее есть такой аромат. У самой хны есть специфический аромат. А еще есть этот аромат эфирных масел. И почему-то, даже если ты всегда один и тот же за мной сделаешь, все клиенты ощущают по-разному. Кто-то говорит, а там эвкалипт, да? А эвкалипта там нет. Кто-то такие, ой, это лаванда. Кто-то такие, а там мята. То есть у всех разные какие-то ассоциации. И все кайфуют от этого. И ты нарисовал, и они так нюхают, и тухнул. И это вот такой ароматерапия бонусом. Короче, когда рисуешь мехензи, они прям кайфуются от этого. Если добавить очень много масел, то оно начнет выделяться. То есть будет маслянистая паста, и будет растекаться по трещинкам кожи. То есть это не очень хорошо. А если сделать очень мало масла, добавить туда, то цвета не будет хорошего. То есть масло именно эфирное, именно такое мы добавляем для того, чтобы цвет был хороший у паст. Если мы добавим какое-то другое масло, я не знаю, какое вы любите, например, апельсин, результат таким не будет. Нужно именно эфирное масло, именно такое. Потому что там есть определенные терпены, которые высвобождают вот этот пигмент хны, чтобы помочь ему проникнуть в кожу. А на курсе будет больше информации. Проверяем наш замес. То есть я уже помешала до однородной консистенции. И она не должна быть очень мягкой. Сейчас лучше сделать ее пожестче, чтобы она вообще не растекалась. То есть она у вас не должна быть жидкой. Если она у вас растекается и жидкая, вам нужно добавить больше порошка. И как проверить, достаточно ли сахара. Хна должна за ложкой прям тянуться. Нам нужно сделать резко такие плюх-плюх по хне ложкой. И она должна тянуться. Если она тянется и не отстает, значит сахара очень много. Значит в пропорциях вам нужно добавить всего остального. То есть если у вас одни пропорции превысили, значит нужно добавить всего остального. Если принизили, значит только этого добавить. Все логично. Включаем логику. Все очень просто. Если жидкая, значит надо порошка. Если очень густая, значит надо воды. Если не тянется, значит надо сахара. Либо может быть такое, что у вас замес густой. И сахар до конца не растворился. Значит нужно добавить воды. Возможно сахар растворится и она начнет тянуться. Не бойтесь экспериментировать. Тут действительно с хной нужно очень много экспериментировать. У кого-то получается с первого раза кто-то понимает, как это все мешается. У кого-то, не знаю, как у меня может получиться раз на 50-й. Потому что я очень много мешала. И сейчас тоже иногда бывает хна получается не той консистенции. Но ничего страшного, я расскажу потом, что с этим делать. Итак, мы собираем нашу хну в центр. И теперь нам нужно, чтобы она настоялась. Настаивается она примерно 6 часов. Я могу замешать хну утром и вечером. Если у меня есть клиент, она у меня будет готова. Либо если у меня утром клиент, и я вечером мешаю, она у меня ночь стоит. Это может быть и 11, и 12 часов. И замес хорошо настаивается. Все с ним нормально. Главное, чтобы он у нас настаивался не на батарее, не где-то рядом с плитой. То есть желательно поставить просто на стол, в тенечек, чтобы солнце не грело, чтобы батарея не жарила. Обычно комнатная температура. Если вы поставите куда-то там на батарею, на солнце, у вас хна может весь пигмент свой отдать в замес. И на теле уже будет не такой яркий цвет. Мы берем пищевую пленку. И вы можете просто закрыть тарелку пищевой пленкой, либо прям примять ее к хне. Все мастера делают по-разному. Есть вообще мастера, которые просто сверху крышкой закрывают. И все. Нам важно перекрыть просто доступ воздуха к хне. Чтобы она настоялась, не высохла у нас, да, а просто настаивалась. Ставим нашу хну, шепчем ей приятности, приятной мантрой для хорошего цвета и убираем в тенечек. Наша хна настоялась. Теперь мы можем развернуть его как подарочек, ее. И проверить консистенцию, добавить нужных ингредиентов. И еще раз хорошенечко перемешать. Вначале у вас может возникнуть вопрос, когда вы начнете мешать, почему верхняя часть темнее, чем нижняя. Это говорит о том, что хна начала давать свет. В этом нет ничего страшного, это нормально. У вас может быть такая разница, а может ее и не быть. Теперь мы проверяем нашу консистенцию. После настаивания она могла измениться. Это тоже нормально. Мы проверяем на тянучесть, на то, чтобы она держала форму, не растекалась. Если она у вас растекается, вы можете добавить порошка хны. Если не тянется, можете добавить сахар. А если она у вас очень густая, можете добавить воды. Повторно настаивайте не обязательно. И вы можете просто добавить нужных ингредиентов, перемешать хорошенько. Есть одна фишка. Можно хну процеживать. Она после этого становится более послушной, податливой. Действительно консистенция меняется. И после этого намного комфортнее рисовать. Для этого нам нужен стакан. Вы можете использовать пакет, либо кондитерский мешок, как у меня. Кладем пакет в стакан. Сверху носок. Это может быть капрон 20 или 40 ден. Надеваем капрон на стакан. И теперь мы перекладываем хну сюда. Теперь берем. Натягиваем капрон на одну руку, другой рукой давим. Здесь зажимаем и продавливаем хну вниз в пакет. И очень аккуратно это все делаем, для того, чтобы не испачкаться. Качаем немножко мышцы рук. Носок можно стирать, он может быть многоразовый. Теперь хну продавливаем вниз. Переливаем в конусы и можем проверять консистенцию при рисовании. Берем конус. Как делать конус мы проходили в предыдущем видео. Если вы не видели, смотрите в наших сообществах и делайте конусы заранее. Так, мы выдавливаем излишки пасты от того, что у нас конус под давлением. Как раз проверяем консистенцию, как у нас хна выходит, не застревает ли там что-то и как мы сделали конус. И есть несколько моментов, которые сразу показывают, хорошую вы пасту сделали или нет. Первое, она не должна застревать. Она очень легко должна выходить из конуса. И вам должно быть легко делать навесные линии, когда линия идет прямо по воздуху. Сделайте несколько линий, посмотрите. Если вы добавили много сахара, то линия будет тянуться все время за конусом. Вы не сможете остановиться и вам надо будет прерывать ее самостоятельно. Если вы положили слишком мало сахара, то линия не будет тянуться, она будет постоянно рваться. Поэтому тут нужно найти золотую середину. С опытом вы поймете, сколько конкретно нужно класть сахара. И какая должна быть консистенция у пасты, чтобы потом при рисовании у вас получилось сделать такие линии. Помимо линий нужно делать точки, жирные элементы. И если вы сделали слишком жидкий замес, то элементы будут растекаться. Они не будут держать форму. Попробуйте поставить большие точки и маленькие точки. Также попробуйте сделать цепочки. И посмотреть, будут ли элементы сливаться или нет. Если у вас сразу не получилось сделать хороший замес, вы можете его переделать сразу же. Не мучиться при рисовании, при практике. Вы просто этот же замес обратно переливаете в мисочку. Добавляете нужных ингредиентов, хорошо перемешиваете и переливаете обратно в конус. Опять смотрите, как рисуется. Такой опыт поможет вам понять, какая именно нужна консистенция для того, чтобы вам было удобно рисовать. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok